Всем привет! Это снова Угрюмый лес. Ну что же, после множества деревень, после множества неудачных попыток выжить хотя бы дальше пятого дня, что я вам хочу сказать. Комьюнити стало намного-намного более дружелюбным. Поубегали все те люди, которые хотят погонять во что-нибудь бесплатненькое. Остались только те, кому действительно интересно по-кооперироваться, что-то поделать. В общем, важное нововведение, очень важное, что теперь вначале можно выбирать деревню, в которую вы хотите попасть. Ну, то есть, например, если вам вдруг покажут всего одну, вы не бойтесь, каждый раз нажимайте обновить. Советую вам выбирать деревню, где есть как минимум 20 человек. И день лучше всего, конечно же, первый. Лучше всего первый день, в худшем случае берите третий. Второй день это, ну, так, нехорошо, неплохо. Но попадается очень часто, так что всячески советую. Деревенька не самая активная. Надо посмотреть, как тут у нас. Ах, да. Всячески советую вам брать с собой какое-нибудь дальнобойное оружие. На защиту будет тулук, пистолет. Обычно их очень много есть. Люди все-таки скидываются, что-то делают. Так, кого-то хотят выгнуть. Почему? Ну, собственно, вот эти вот, те товарищи, которые обычно как раз и руинят игру. То есть у нас уже, на одной странице может быть, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 13 человек. 13 плюс еще, 20 трупов, 25 трупов. Вот. При этом, как видно, некоторые снова остались в лесу. То есть, если вы остаетесь на ночь в лесу, ничем хорошим это не закончится. К сожалению, перевыбрать деревню нельзя. Можно лишь точно так же остаться в лесу. Ну, кстати, может, что они и делают. Остаться в лесу, умереть. И, умерев, вы выбираете новую деревню. Но при этом вы подставляете всех, кто там есть. На данный момент. Так. Я вот оставлял небольшую запись о том, что нужно фиксить, чинить оружие, инструменты до того, как они сломаются полностью. Ну и тут есть какая-то девушка Соня. Она, видимо, очень активная, очень много пишет. Так. Говорит, что оставила много дерева на 16, 10 и 18, 7. Это координаты 16, 10. Это где тут? Так. Так. Ага. 16, 10. Это всего 2 вниз. И 18, 7. А это 2 вправо. Ну, давайте посмотрим. Попробуем сходить сейчас вниз. Так. Вот. Что хотелось бы сказать. Все ресурсные точки в этой игре с удовольствием... Так. Вижу 33. И не вижу, что тут что-нибудь осталось. Наверное, кто-то уже все собрал. Все ресурсные точки, будь то древесина, рыба, какие-либо охотничьи угодья, они все кончаются. Собственно, ну вот видите, только что потратил 27 станины. Ни за что, к сожалению. Ну, я по профессии охотник, но я что-то смотрю тут... Тут просто завались на самом деле, что можно пожрать. Так что, наверное, возьму-ка я в руки топор. Да посмотрю, что тут можно порубить. Так. Соня предлагает сосредоточиться на башне. Собственно, давайте посмотрим. Что-то не очень сосредоточено, честно говоря. Не хватает планок. Так, планки у нас, насколько я знаю, делаются, делаются, делаются из белой древесины. А, и сколько их не хватает, может я сейчас их сделаю и не пойду никуда. Так, башня. Три планки. Да, слушайте. Сейчас закончим и, в принципе, можно... И жез. И жез. И жез. И раз. И можно продолжать вкладываться. Ну... Наверное, это будет не самый информативный выпуск. Потому что я сейчас... Ну, это вот как раз... Та вещь, с которой приходится мириться. То есть, иногда вы будете заходить в игру только ради того, чтобы потратить свою выносливость, очки своей выносливости. Чтобы помочь построить что-либо. От этого, к сожалению, никуда не деться. Подъедаем еще немножко картофана. Замечательно. И достраиваем, достраиваем башню. Почему это важно? Это где-то игра о взаимодействии персонажей. Так. Ну... 47. У меня особо больше ничего нету. Так. Ворота. Ох, кто расстроится. Ну, ладно. Не важно. Собственно, проблема в том, что многие люди тратят свою выносливость не для разведки, не для добычи ресурсов, а просто они берут и копают гребаный ров. И топят вот, чтобы построить первый ров. Нет, ров нужен, как ни крути. Хотя бы первый и второй. Но дальше тратить 1400, потом 1450, потом 1500. Лишь на то, чтобы получить маленькие бонусы. Фух. Конечно, если вы ничего не хотите делать в этой игре, просто хотите зайти и быстро не достать выносливость и посмотреть, как тут у вас дела, то это, конечно, ваше уважение. Но я бы предостерег вас от таких растрат. Так, что будем делать? В принципе, защита прошла удачно, видимо. Напоминаю вам, не забывайте каждый раз, когда входите в новую деревню, заходить в домик и ставить позицию защиты. То, что вы улучшаете свой дом, никак не поможет вашей деревне. Поэтому обязательно, обязательно ставьте защиту и не тырьте ресурсы для того, чтобы улучшить свой домик. Это никому не нужно, кроме вас. Ну, вот, собственно, и все. Осталось придумать, куда потратить 47 лишней выносливости. Может, тут рядом что-нибудь есть. Ну, кстати говоря, ребята, видимо, очень активно играют, потому что окружающий город Биома, ну, вот эти вот локации, они уже остались без нифига, собственно говоря. Орешки. Я надеюсь, какие-нибудь целебные травы, грибы, орешки. Видимо, я пустую трачу выносливость. Сейчас еще не вернусь. Вот смешно будет. Нет, вернулся. Ну, давайте скинем орешки, грибочки. Да, кстати, если вы вдруг видите халявный бедроу, берите себе это одеялко в инвентарь и нажимайте отдыхать. Это увеличит скорость восстановления вашей выносливости. И да, поскольку уже ночь, и скоро надо будет защищать, наверное, я все-таки возьму пистолетик-то обратно. Ну, вот, собственно, и все. Главное нововведение, конечно же, это возможность выбрать деревню. Потому что раньше вы нажимали кнопочку играть, и вас тут же отправляло черти куда, черти зачем. Очень часто я попадал в деревню, в которой тоже никого в живых не было. А те, кто остались, были абсолютно дезорганизованы и, в принципе, уже не направлены на какое-то взаимодействие. Ну что же, спасибо за просмотр. Пишите, ставьте пальцы в любом направлении. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok